Добрый день, Марк! Я не представил Григорий Курзинер, израильский адвокат. Марк, день был горячий, я понимаю, и мы вас постараемся долго не мучить. Расскажите, пожалуйста, что произошло на процессе, почему он затянулся в сегодняшний день, он должен был закончиться раньше? Да нет, вы знаете, он не затянулся. Зачитывается приговор, и мы дошли только до вводной описательной части. А писательные части, которые озвучиваются сейчас судом, это в основном описание доводов стороны обвинения. Это свидетели, то есть субъективные доказательства и объективные доказательства перечисляются. Пока еще позиция суда не выражена, обычно она выражается в мотивировочной части, но не говоря уже о результивной. По мотивировочной можно будет уже судить о обвинительный приговор или иной, более или менее судить. А уж в результивной вопрос будет исчерпан окончательно. Но она уже признана виновной? Нет, пока в вводной описательной частях невозможно дать ответ об отношении суда к представленным доказательствам. Это будет более или менее следовать из-за мотивировочной части. Это, видимо, будет завтра. Уважаемый коллега, будьте так любезны, по этой описательной части вы можете что-то предполагать, уже предсказать какое-то, у вас есть ощущения? Ну, скажем так, из моей практики, из интуиции, определенно в силу дотошности перечисления судом в описательной части доводов обвинения, как субъективных, так и объективных доказательств, картина, мне кажется, вполне складывается такая, что, скорее всего, приговор будет обвинительным. Но это и некое политическое ощущение, которое можно вынести из характера описательной части приговора, который звучит из устуки. Многие СМИ поспешили сказать, что из исключительно процессуальных соображений это более или менее следует позиция суда о том, что Савченко признан виновный. В строго юридическом смысле этого не следует, но политически, как я уже много раз говорил, процесс заказной, и, так сказать, конечно, Савченко признают виновный. По сумме того, что я слышал, в основном даже те в описательной части доводы обвинения, которые касаются предположительного характера, ну, в части вышки, с которой якобы корректировала Огонь Савченко, и экспертиза так называемой компании «Сканекс», можно заключить, что суд достаточно подробно в описательной части освещает как раз-таки именно это доказательство, и отсюда можно сделать вывод, что перекидывается некий мостик в мотивировочной части, то есть обоснованности этого доказательства, и мне кажется, что это может быть показанием к тому, что приговор будет обвинительным. Ну да, вы исходите из той педантичности, вернее, описательной части, которую суд использует, излагая те факты и доказательства, которые он якобы ставит в основу всех его, так сказать, будущих выводов. Ну, именно так, потому что на самом деле сторона обвинения, так сказать, представляла действительно эти доказательства, и здесь дело не только в обвинительном заключении, но и в перечне свидетелей, и, так сказать, в упомянутых экспертизах. А напомню, в период судебного следствия суд отклонил большую часть доказательств, полученных нами в соответствии с 86-й статьей Уголовного провоциального кодекса в Украине и представленных в суду по основанию 453-й статьи, что якобы право получать такие доказательства имеют все, кроме адвокатов, но это сущностно входит в противоречие с 86-й статьей, эти все доказательства были отклонены, и поэтому я, видя, как в описательной части суд достаточно дотошно действительно подошел к представлению доказательства стороны обвинения, могу судить о том, что мы точно будем абортированы, равно в таком же праве в описательной части стороны защиты. Я понимаю. И скажите, Марк, ваше ощущение, вы предполагаете, что Надежда будет обвинена по всем пунктам обвинения, или все-таки там будут какие-то смягчения и оправдания по каким-то пунктам? Нет, вы знаете, вот именно обвинение по части 2-й статьи 105-й, как соучастник в гибели, в убийстве Волошиной Корнелюка, это точно, без этого вообще как бы мало что следует предполагать, без этого не будет и часть 2-й статьи 105-й через покушение, да, это в основном граждане России Денисов и ряд граждан Украины, которые, скорее всего, будут эти потерпевшие отведены, по той простой причине, что это противоречит существу статьи 12-й Уголовного кодекса относительно привлечения возможности по общеуголовным статьям лица иностранного гражданина, совершившего преступления вне территории российской юрисдикции, на территории иностранного государства, что и имело место 17 июня 2014 года, но в отношении российских граждан или российских национальных интересов. Но уж никак потерпевшими там не могут быть иностранные граждане, это было бы юридически нонсенсом. Но, тем не менее, это, я думаю, тоже обвинение будет признано обоснованным. И, собственно говоря, часть 1-й статьи 322-й о незаконном пересечении границы Савченко, если вдруг не признать обвинение в этой части, но тогда как Савченко появился на территории Российской Федерации, значит, ее просто-напросто привезли сюда. А это, собственно говоря, уже по 126-й статье о похищении человека, это преступление в отношении ее самой, и тогда о чем можно говорить в части остальных обвинений? Что? Я говорю, суд пытается всячески уйти от того, что она была схвачена и перевезена на территорию России. Ну да, но это единственный способ признать это обвинение обоснованным. По 322-й статье она сама пересекла границу добровольно, без всякого принуждения. И тогда, собственно, два остальных обвинения в той же степени обоснованы. Тогда можно было ее привыкать на территорию России, куда она сама добровольно попала. Я думаю, по всем 3-м статьям обвинение будет признано обоснованным, и в мотивировочной части мы это услышали, не говоря уже о результивной. Поэтому здесь шансов мало. Вопрос наказания. Женщины в России по одному из составов не могут быть назначены наказать больше 20 лет. И по сумме, по сложению 25. Соответственно, обвинение, как вы знаете, попросило в премиях сторон 23 года. А суд, скорее всего, где-то близко к тому, может быть, 20 лет, может, 15, в конце концов, назначит наказание Савченко. Это уже не столь существенно. Не столь существенно. И вы знаете, я думаю, что скорее будет 20 лет. Почему? Потому что уже вовсю идут переговоры с Соединенными Штатами, но в лице Керри и не только с Европой, в лице лидеров Германии и Франции. А, собственно, если ее все равно отдают, то тогда почему бы и не назначить максимальный срок наказания с пропагандистских целей? Что этому, собственно говоря, воспрепятствует? Поэтому я думаю, что будет максимально суровое наказание. Понятно. Скажите, а были какие-нибудь нарушения процессуального плана в ходе процесса? Я вас умоляю. Весь процесс одно сплошное нарушение. Это верно. Даже больно с профессиональной точки зрения смотреть на этот процесс. Он выглядит, как какой-то театр абсурда. Но он, с одной стороны, карикатурен на процесс, потому что, видите, там была проблема. Вот им надо показать, что процесс был по форме, а по существу его не было. То есть, стороне защиты давали высказываться, давали заявлять эти бесконечные ходатайства о приобщении документов, полученных, ну, материальных доказательств, полученных в Украине. И отказывали в этих ходатайствах. Вы понимаете? То есть, декоративная форма соблюдалась, процессуальная форма. Давали говорить там, не беспределили, как у нас выразляется на жаргоне, но ничего из этого не приобщено. И поэтому суд достаточно свободен выносить обвинительный вердикт, ну, приговор точнее, да, на основании тех суммы доказательств, которые в деле имеются. И судебное следствие, которое к материалам дела приобщило. Проблема-то заключается в том, что оно не приобщило весьма существенные доказательства невиновности. Но, несмотря даже на это... Однопокость и целенаправленность обвинительным уклоном. Да, да, да. Но, понимаете, одно дело обвинительный уклон, а другое дело абортирование прав защиты. Это гораздо более хуже. Потому что еще в период предварительного следствия были получены по запросу из Украины тот же биллинг с детализацией телефона Савченко, который ясно свидетельствовал, что Савченко попал в плен на час раньше. И дело надо было прекратить еще в период предварительного следствия. И этому не дана никакая оценка, как я понимаю, в суде? А это будет дана оценка в мотивировочной части. Мы это услышим завтра. Но в самом суде полноценной оценки не было дано. Почему? Потому что в развитии этого доказательства нужно было приобщить ряд других экспертиз, полученных нами в Украине, параллельно ведущим следствия. А нам же отказали приобщение. Суд отклонил эти ваши ходатайства. Да, он просто отклонил эти ходатайства. То есть, даже принцип состязательности был нарушен, насколько я понимаю? Абсолютно. Да. Это, конечно, это очень грустно. Так нет, там хуже. Там и все обвинение носило предположительный характер, что запрещает выносить обвинительный приговор по уголовному процессуальному кодексу. Потому что на этой вышке, с которой якобы Савченко корректировала огонь, в результате которого, артиллерийский огонь, 121-мм орудий, в результате которого погибли Волошина Корнелюк, ее на этой вышке никто не видел. Нет ни одного свидетеля, из тех 50 почти свидетелей, кто бы ее видел на этой вышке. И вышка находилась в тылу батальона «Заря». А ее взяли перед позициями батальона «Заря». То есть, она откорректировала огонь, обижала опять позиции, забежала вперед, и только тогда попала в плен. Ну, это безумное, абсолютно абсурдное обвинение. Да. И, конечно, этот процесс вызывает массу вопросов, массу негодования и возмущения. У простых граждан, я говорю, о специалистах. Поэтому мы, конечно... А власти здесь чихать на это. Здесь абсолютно Путину с большой колокольни чихать на это. Да. А сколько дней еще продлится процесс? Завтра все, конец. А, завтра последний день? Завтра последний день. Ну, может быть, тогда это все-таки ускорит ее освобождение в плане обмена. И мы желаем, конечно, чтобы все это произошло как можно быстрее, мягче и безболезней для нее. Потому что она... Мы понимаем, что она ограничится в пище и в воде. Это очень тяжело. И учитывая условия содержания в тюрьмах в России и в следственном изоляторе, это, конечно, катастрофа полная. Ну, мы тоже на это рассчитываем. Но, честно говоря, здесь все очень умозрительно. Потому что от на тебе до вот тебе, как у нас говорят, большое расстояние. Даже если договорятся об этом, я не знаю, с Керри или с любыми другими переговорщиками в нормандском формате, это не значит, что ее завтра немедленно освободят. Будут искать процессуально адекватную форму этого освобождения. Их всего две. Это либо помилование при наличии прошений с ее стороны, о чем она категорически отказывается даже разговаривать. Она не хочет писать прошения на имя Путина. А вторая, это вот конвенция 1983 года о выдаче осужденных. Конвенция, в которой участвует Россия и Украина. И Россия вправе передать ее Украине для отбывания наказания по запросу Министерства юстиции Украины в адрес России. А они еще могут удовлетворить, могут не удовлетворить. Это еще пока загадка. Ну, я думаю, что если уже стороны вступили в стадию переговорную в плане обмена теми лицами, которые осуждены, в которых Россия заинтересована, главное, чтобы у России не пропал интерес к этим лицам, которых она хочет заполучить. И тогда, я думаю, что это вопрос чисто формальный уже. Технически, технически. Но будем ожидать итогов этих переговоров в среду-четверг с Керрией. Я думаю, что даже та минимальная информация, которая будет публично озвучена, даст нам основания полагать, удачными будут эти переговоры, и как скоро Савченко окажется дома. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с адвокатом Надеждой Савченко, Марком Фейгином. Марк, от имени ваших коллег из Израиля, и тех, которые говорят на русском, и тех, которые не говорят на русском, я вам передаю массу хороших пожеланий, чтобы вы завершили это дело достойно, как вы вели его все время. И удачи вам. Было приятно пообщаться с вами. Спасибо. Спасибо огромное. И вам огромный привет и большая благодарность.